Родители, друзья, сегодня 4 декабря 2016 года. Год это очень знаменит и для Бориса Леонидовича, потому что в 1936 году он приехал в Переделкино уже на постоянное место жительства из Москвы. А ещё у нас он знаменит. То, что в 1936 году, мне кажется, его приняли в Союз писателей. Нет, в 1936 году он уже членом Союза. А Виктор Фёдорович тоже по представлению Бориса Леонидовича, Платонова, Пришвина. Нет, Катайев, три рекомендации давай. Ну, три рекомендации. Приняли уже в Союз писателей в январе 1941 года. Ну, в стране, Катайев. Да, в 1941 году. Как я всегда говорю, такие дома, как церковь, они намолены. Намолены поэтическим, литературным, духовным. Могло бы этим смыслом кто здесь был. Поэтому мы сегодня с вами здесь находимся в доме Пастернака на презентации книги «Женщины за колючей проволокой». Эта книга рассказывает о тяжёлом времени Виктора Фёдоровича с 1942 по 1958. В книге показан только фрагмент такой основной с 1942 по 1948. «Восьмое пребывание всеблаги». И поэтому мы сегодня с вами ознакомимся. Всё. Сейчас посмотрим фильм «Я весь России», который был сделан для демонстрации в зале Чайковского на его юбилейном вечере. Вот сейчас я расскажу, как книга зародилась, что чего было. И дальше мы так по темам, по темам, чтобы нам всё же рассказать и о Бокове. Потому что вы о Бокове мало знаете. О нём вообще вот даже его ученики, поэты, даже племянник Дима, и заодно о нём мало. Потому что он человек был, всё же отсидел пять лет. Ещё десять лет был в ссылках, и, конечно, он был, опасался всей вот этой информатики. И так-то было Кляус много, и всего много. И поэтому, не знаю почему, но вот он выбрал. Вот выбрал. И я ходил с диктофоном. Вот этот и есть тот самый диктофон. Я пытался его тоже разговаривать. Да, вот тот самый диктофон, я сядю диктофончик. Одного соцсетов, земля, разговариваются. С одной из перспондентов, что симпатически разговариваются. Представьте, земля, я его начинаю. Начинаю спрашивать. Он рассказывает, рассказывает о первом, это простое. Я говорю, Виктор Фёдорович, а вот расскажите о детстве. Он так повернётся мне. Я тебе что, писатель? Я поэт. И всё, и ни слова больше. Помогут, говорят, толще это выйти. То, что... Это всё вытащите. Вот поэтому документально-художественное издание и завершение. Закажите про образ книги впервые. И представьте рассказы и письма Виктору Фёдоровичу Бокову. Это на самом деле. Почему Женьшень? Потому что, если вы уже смотрели, то все письма... Его в 42-м году призвали в армию. И вот он хотел бы прям так, чтобы мы с Оно должны соединять Бокова. Я же ты всем раздал, да? Бокова с Пастернаком соединить. Да. Виктор Фёдоровича... Впервые, когда он с Борисом Пастернаком, это был август 41-го года, Виктор Фёдорович возвращался из Москвы поездом и написал рассказ как раз об Анрею, навестил Бориса Леонидовича Надя. Это было 8 августа 41-го года. Август 41-го года, утро. Когда я навестил Пастернака, в разговоре он сказал, завтра уезжает в эвакуацию Марина Цветаева. Вы не хотите выехать со мной? Проводите ее. Что за вопрос? Конечно, хочу. 9 августа 41-го года из Передилкина в Москву ехали поездом до речного вокзала трамваем. Из окна трамвая мы видели ее на площади у спуска к пристани. Стояла одна в окружении саквояжей, сумок и так далее. Они ее проводили 9 августа, 31 августа. Мы знаем, что Марина Цветаева не стала. Это была суббота. Был субботник по строительству аэродрома. И надо, где она жила на квартире, двоих на этот субботник. Хозяин ушел на рыбалку. Она и сын тоже. Она и хозяйка пошли на... Нет, сын и хозяйка пошли на строительство аэродрома. Когда вернулись, она уже на кухне висела. И уже потом Виктор Федорович был приемлем. Он был призван в армию. Попал он в Вильгинское училище, военное училище офицерской пехоты. В конце марта 42-го года в Чистополе я был призван в армию. Но как было уехать, не простившись с обожаемым маэстро? Захожу на квартиру, где жил Пастернак. Его нет. Сказали хозяеву, он ушел за водой. Я собрался уходить. Дверь открылась, и на породе встал Пастернак. В руке он держал две новых оцинкованных боди, сдымящиеся от холода водой. Это ваша судьба, сказал Борис Пастернак. Я как знал, что вы придете проститься. Благоставил меня в путь, который оказался невероятно трудным. Это все у меня с записи, с кассеты. Вот это. Вот все вступление про него. А вот это воспоминание о проводах Цветаева. Это все с кассетей. Это он печатал неоднократно. Это он рассказывал тоже. Ты рассказывал, но у меня, я почему и говорю. Я ничего. Он же не только мне это рассказывал. Тут ничего в этом и нет. Он рассказывал о том, о сиденьях, не всем. А это он печатался. У меня это, я почему говорю, я этого не читал нигде. Это было давно, значит. А я всегда могу, у нас же много очень всех. Я могу включить кассету. Мы сегодня с вами прослушаем, что он рассказывает о Пастернаке, когда мы навестили. Это был 96-й год. На втором этаже он сел за стол Пастернака и рассказывает о Борисе Леонидовиче. Сталинск, но и Кузнецк. Вот смотрите. А, Кузнецк. Сибири. Вот Сталинск. Ну да. Это Сталинск. Сейчас Новокузнецк. А он сидел. Ну тогда дойдем. Вот он, Сталинск. Да, да, я его прохожу. Да. Это мы с вами прозвольем как. Стояло лето 42-го года. 19 августа. Среди ночи меня подняли. Курсан Боков. Одевайтесь. Совершенно спокойно я встретил этот арест. Что этот арест, я понял потом. Спокойно сидел на строгой губе. Спокойно ехал в тюрьму. Спокойно ехал в тюрьму. Не понимая ничего случившего. Смотря на это, как на недоразумение. И все же захолодело внутри и защемило, когда услышал от следователя, что я обвиняюсь в агитации среди военных против советов. Следователь сказал, арестант, припомните, что и когда с кем говорили. И вот здесь я там дальше описывается. Это долго, все, не будем. Это его заложила. Секретарь. Секретарь. Штаба училища. И так что следит свято. Это ему не странно. Да, и ему дали. Северный. Да, по 58-й 2. Это трибунал. Трибунал проходил в старой кузнецкой тюрьме. Это где сидел у нас с вами Достоевский. В этой тюрьме. И вот так Виктор Федорович был приговорен к пяти годам. Когда он выходил, был к новойеру такой пожилой. Говорит, ну что, сынок, сколько дай? Говорит, пять лет радуйся, живой останешься. И так Виктор Федорович вот увидел. И находился в городе Мариинске. Это вот Мариинск. Это был Верхний Чебулы и Мариинск. А сам он в Верхних Чебулах. Вот давайте следующий кадрик. Третий. Это вот такой Виктор Федорович навестил Пастернака. Вот как он выглядел в конце 41-го года. Следующий. Вот Борис Леонидович, который его встретил. Как бы к рассказу мы с вами все посмотрим. А как они выглядели на то время, в 41-й год. Но это не 41-й год. Это нет, нет, это Польша. Это вот Марина Цветаева. И относится к тому, вот к Марине Цветаева вернулся. Мы из города Краснозаводск. А как связана Марина Цветаева с городом Краснозаводск? Тоже вы не знаете. Мы в 15-м году, когда началась строительство строительского снаряжательного завода Первая мировая война, то вы, наверное, знаете, что Анастасия Цветаева вместе с Минцем, Маврикий и Владимир Ильичем переехали в Александров. Там есть музей Цветаевых. Почему? Потому что Маврикий имел три образования. Он был химик, пиротехник. А Родолтовский полковник, который строил завод, они были друзья. Но Родолтовский был тоже польский поляк. Но они приняли ее действие. Он дорос до полковника. А Минц не принял. Так и ходил в младших чинах. И он в основном попросил приехать и открыть мастерскую по капсулям взрывателям. И на винных складах был организован. И вот тогда Минц, это был конец ноября, начало декабря, переезжать вместе с Анастасией и сыном в Александров. А на Новый год в декабре приезжать Марина Цветаева. И пишет, и посвящает романсу. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. И это посвящает Минцу, мужу Анастасии. Это как раз училище, где учился Виктор Федорович военное. Вильгинское училище. Дальше идет. Пехотное. Пехотное, да. Это Виктор Федорович уже в тюрьме. Вот это фотография. Это сейчас остановитесь здесь. Не здесь, а там. Следующий. И вот Виктор Федорович в 44-м году на вербное воскресенье, а в церквушке, в часовеньке, знакомится с Евгенией Фроловной Сорокиной девушкой. Она с 24-го года на 10 лет моложе Виктора Федоровича. Тоже по 58-й статье отбывала срок. Она медик. И тоже так, если читали, могли посмотреть, чтобы долго не застряться на этом. Она просто похвалила, какие прекрасные упаковки медикаментов и перевязывающего материала у немцев и англичан. За эту пропаганду ей тоже дали 5 лет. И она попадает в тот же самый лагерь, но уже была медиком. И Виктор Федорович с ней знакомится. А в этом лагере была своя газета, бюллетень. Вот я показываю. То есть мы увеличим вот эту часть. Увеличьте. Вот эти все, что здесь напечатано, вверх самый, дайте, там хорошо, самую макушку. Даже слишком уже. Что-то он не передвигается. Вот видите, там вот подвиг боков. Вот эти все статьи, они хранятся еще у нас и в рукописи. Толь же рукописные. А это Виктор Федорович в каждой газете печатался. Разные статьи о жизни лагеря. В этом лагере он потом год был под конвоем, а потом был свободный. На свинофе, это звероферме, это были коровы и поросята. Зоотехникам. Да, зоотехникам. Им также платились деньги. В лагере, я здесь не показываю, были свои деньги, вот здесь три рубля показаны. Он получал 750 рублей. Им за привес. Если 100 килограмм лишнего по плану сдал, тебе килограмм мяса выдается. Поэтому... И вот он познакомился с Евгением Фроловной. Завязалась такая любовь. А переписываться стал только с 44-го года. Давайте. Светлый Женьшень. Это самое первое письмо. Поэтому книгу я назвал Женьшень. А стоят три точки. Это как бы читатель может сам поставить. Любой за колючей проволокой. Трагедии за колючей проволокой. Что угодно, что хочет читатель. Это на его выбор. Но Женьшень потому, что она в его корне в жизни. Он ей сказал, я пишу и разрешу тебя так называть. Пойдемте дальше. Это Таня. Вот она родилась 14 марта 1947 года. Здесь ей уже около... Еще годика нет. Они как раз маму освободили 27 сентября 1947 года. Она вылечила начальника этого лагеря. У нее открытая форма туберкулеза. Все боялись делать внутривенные капельные лекарства. Она согласилась и его вылечила. И ее раньше времени освободили. Виктор Федорович тоже хотели. В 2008 году Виктор Федоровича в марте освобождают. Получается ровно пять лет. А их отпустили Евгению Фруловну в сентябре. Они остались у нас в Замариинском, там город. И он к ним поехал. Но он уже заболел туберкулезом, Виктор Федорович. По дороге его обокрали. Но он к ним приехал. И уже оттуда Евгению Фруловну направили в Ильино. Это у нас Калужская область, деревня. И вот они туда все втроем приехали. Вот Виктор Федорович, вот Таня стоит на камушках. Он очень рыболов был такой сам. И он еще в детстве и верши плел, и сети плел. И вот он здесь верши. И так этот из термо. Вот это первая книга и вышла над рекой из термо. Это проза. Книга-проза. Ну, проза там. Да, вот это как раз проект. Книга была речка, очень хорошая. Мы сейчас ездили, я уже там три раза был. Уже такая загажина и заросла вся. Пойдем дальше. Дальше идем. Вот Евгения Фруловна, как говорят. Это очень хорошо. Когда любишь, хрустали на руках приятно нести. Пойдемте дальше. Вот он болел туберкулезом. Она его лечила. Каждый день по пол ведра морковку терла, отжимала в морковный сок. И так она его вылечила. Дальше. Вот Евгения Фруловна тоже. Она работала в Боровске, в больнице. Это в Ильино. Виктор Федорович Тамок написал. Вот там он и написал песню на побывку «Едет молодой моряк». Он сидел на ступеньках своего дома. А Витька, фамилию сейчас тоже, чтобы не соврать, не скажу, моряк. Ехал домой на побывку. Получается, от станции шел. И контровой свет светил ему в спину. Солнце в спину. И вот Виктор Федорович посмотрел. Сразу у него родилась песня. Бежал домой и написал. Это Таня говорит, у меня этот листочек очень долго хранился. На побывку едет молодой моряк. А музыку уже потом написал Александр Петрович. Вот она Евгения Фруловна. Это уже в Боровске, когда Виктор Федорович уехал от них. Дальше. Вот Таня, это она уже поступила в мединститут. Папа ее потом перевел в Москву, в пединститут. Он помогал до последних дней жизни Евгении Фруловне. Вот вы противопрочитаете. Это открытие меморальной доски на том доме в Ильино, где Виктор Федорович там был. Там присутствовал и Николай Савянов. А я у вас в гостях был, и мне хотелось соединить. Бокова с Пастернаком. Потому что я уже предвидел это вот пригласительное, что именно вот Боков сидел на этом стуле, за этим столом и рассказывал о Пастернаке. Поэтому книга... А этот Виктор Федорович... А Пастернак, когда Виктор Федорович подарил Борису Леонидовичу книгу, Пастернак пишет там, Виктору Бокову, любимому моему... Горячему... Да, поэту. Живому поэту. Любимому горячему живому поэту. Горячему живому. В непрестанном действии, даже забидно счастливый... Забидно счастливый. Забидно счастливый. В непрестанном действии, завидно счастливый. Борис Пастернак, 19 августа, 1953. Они в Москве, эти книги. Это как-то слилось там за 7 лет. В Москве. Их 5 книг разных, с автографом Пастернака. Вот сейчас и будет. Вот моя биография. Она очень большая. Здесь будет страница 800. Это начиная от 1862 года. Это обложка, а это обратная сторона. Как вы будете без меня, дорогие мои горожане. Я говорю Тане. Таня, она продала мамину квартиру в Боровске. Говорит, Володь, приезжай. Я в чемодане. Приехал целый этот чемодан писем. Документы. Я приехал, стали мы разбираться. Она говорит, я говорю, ну давай какие-нибудь я хотя бы туда включу, в книгу. А когда она мне дала их все, я сяду, да? А когда дала все, я их просмотрел, говорит, Таня, давай так отдельно издадим. Отдельно. Она говорит, ну давай. Вот я их отсканировал все, очистил, вот сделал в той форме, вот как они есть. Потому что они где карандашом, где что, где как. Это все-все-все или избирательно так? Все. Все подряд. Да, ну то, что она дала. Все письма, да? Да. Все, что дала она. Там больше сотни, наверное, да? Ну, я не знаю, я не читал, честно говоря, я и здесь не читал. Вы сейчас просите, сколько страниц книжки, я не скажу, я не знаю. Да. У вас слышно, сохранили это все. Да, и вот тогда вот. А как? Ну вот я их отсканировал, потом вот эту обложку сделал, тоже в черно-белом, женщине за колючей бровой. К ней приехал и приснился, вот я сегодня Дмитрию Николаевичу рассказывал. Я на 23 октября договорились с Алтаней встретиться. И мне с ней, я уже сделал обложку, сделал кое-какие туда вкладки, и снится мне сон. Виктор Федорович в своем сером пальто, в крапочку, с кепочкой, пуговка наверху. И так народу много что-то стоит, он так у меня увидался, он стоит так, Володя, я подхожу. Мне говорят, ты там что-то пишешь, и я ему протягиваю вот эту мою обложку, вот эту в черно-белой компьютерную. Он так посмотрел, ну что ж, пиши-пиши, и отдает мне. Я стал Алифтину искать, а Алифтину я не нашел. Ну, в толпе в этой, я ее не нашел. И вот, когда приехал к Тане, я Тане стал рассказывать, она говорит, вот, а мне папа ни разу не снится. Говорит, Таня, ну я тебе рассказываю, и вам говорю, что это честные-честные слова. Я нисколько ему лгать не могу. Почему Виктор Федорович доверился? Потому что в 92-м году он сказал, Виктор Федорович, я вас не предам ни слову, ни делу. Хорошо еще, жена так меня поддерживает и помогает. Ведь все, что я тяну из дома, я тяну из дома. У меня пенсии всего 15 тысяч. Это благодаря еще друзьям. Вот Саше Самсонову, Марине, Александрову, что вот так поддержали. Я звоню из Обнинска, говорю, вот сможете помочь, столько надо, чтобы хотя бы у нас были свои книги. Сразу, да, и через 20 минут уже перечислили деньги в Обнинск. Сразу. Спасибо вам. Да, вот я говорю, как это рождается. С Татьяной я первый раз познакомился. Это когда? Виктор, это 22 августа 2009 года. Я приехал, и она, навеститель Виктор Федорович, там будут фотографии показаны, где я последний раз с ним, он уже такой никакой. Понимаете, вот это первый раз я познакомился. Увидел тебя, да, я тоже раньше. Просто я ее не видал. Он рассказывал, он рассказывал о Сиблаке, рассказывал, что у меня там дочка видела. Вот в это время, да, как раз. Ни разу ее не видал. И тем более не знал, не видел и Евгения Фору. Нет, конечно. Она давно умерла? В 98-м. В 98-м. Да. Он навещал их до самого, вы же читали. Помните, он корзиночку привез с земляникой, там на 5 литров такая беленькая была. А там в книге написано, что в 2002-м она получила вот наследство мамина, ну вот, ценность этих писем. Это просто фон, она там и была прописана. Ага. А умерла мама в 98-м? Да. Ага. Поэтому, это вот я почему говорю, когда вот сейчас по этой книге можно брать, вот так вот вы интересуетесь, берем одну, а вот здесь что было? И мы можем с вами раздвигать, расширять, расширять. Это стихотворение нельзя расширить. А в прозе, это как сценарик, почему он так создан, здесь в одном месте заметили, повтор есть от этого. Это почему? Это сценарные формы. Когда мы хотим, чтобы зритель это запомнил, мы показываем второе наложение или повторение от того, мы покажем лицо, что он лежит, глаза закрыл и вспоминает. И начинаем показывать все, что уже было в начале. Федорович родился 19 сентября 2014 года. При царе. Да, при царе. В конце, это в начале октября случился пожар. Дом был такой с мезонином, высокий. Почему Софья Алексеевна, она, ну сейчас я вам там читаю, она рождена 1882 года, а Федор Сергеевич 1884. Он на два года моложе Софьи Алексеевны. Вот с папой рядом стоит, это Павел Федорович, старший брат Виктора Федоровича. Вот девочка стоит, это Александра Федоровна, ваша тетка. А на руках у бабушки Пелагея, это Виктор Федорович Боков. Вот это бабушка... Простите. Ничего, ничего. Вот это, это вот, ну это потом мы сейчас вам перелеснем. Я не буду читать, здесь я вам просто расскажу. Кто хочет, пожалуйста, можете прочитать. Боковы переехали в эту деревню после польско-литовского нашествия. Была деревня Архангель, недалеко от Шубина, Иудина и под Иудином. Ее сожгли, и часть жителей... Давайте зачитаем лучше. В начале 17 столетия, 608-618, Выпоку с деревнями пострадало от польско-литовского нашествия, что и подтверждается писцовыми книгами от 1627-31 года. Вот эти книги хранятся во Владимире, в архиве. По данным этих книг, деревни Язвицы, а в ней деревенских служек, два двора. Бобылей один двор, да три двора пустых. Пашни, что пашут служки, худые земли, шесть чети. До крестьянской пашни девять чети. До перелога восемь чети. До леса прошло двадцать пять чети. В поле сено двадцать копий. Пятьдесят копий. В шестьдесят тысяч в шестьсот восемьдесят восьмом году деревня Язвицева стала. Восемь дворожная. Да, вот там, которые из сожженных деревнях Адгих поехали. Дальше. Бог Фартемий Корчашкин, это прадед Виктор Федорович. 1808 года рождения, умер в 1894 году. Почему я узнал в 1894 году? Потому что брат Петр стал судиться Сергеем, старшим братом, по поводу отцовского кафтана, который стоил 10 рублей. А мы знаем, что всегда любой делёж начинался после сорокадневной вот этой... Поэтому я узнал. Его жена родила в 16-м году, прабабушка. А умерла, когда родила Петра. После родов она умерла, это 61-й год. Дедушка и бабушка, это уже Сергей. Боков Сергей Артемьевич родился в 43-м году, а в 14-м умер. А бабушка Пелагея в 44-м, в 61-м. Это надо вот увидеть, когда книга, а там очень-очень подробно, как происходило, вся вот эта жизнь деревенская, знаете, это нам захват. Как Сергей, этот, дед Артемьевич сосватывал Сергея из Пелагея. И ведь Сергей сватали 21 раз, и никто за него не пошёл. Он ещё не был в армии, в рекрутах. И вот бабка Пелагея сперва родила 14 детей. Все умирали, не доживая семенедельного возраста. 15-й остаётся Екатерина Сергеевна. Вот. И потом ещё четверо рожают, умирают. И уже потом остаётся Фёдор Сергеевич. Она ещё четверых, и на этом кончаются роды. Поэтому осталось изо всех, изо всех, чуть не 20-ти, о человеке, рождённых только Екатерина и Фёдор Сергеевич. Вот. А дети у Виктора Фёдоровича. Иван первый родился в 1907 году, умер в младенчестве. Они испугались, что они повторяют судьбу деда. Но Павел родился, это старший дядя, вот как раз Димин в 1909. Александр в 1911, Виктор в 1914, Вера в 1917, Полина в 19, Иван в 1921 году. Пойдёмте дальше. Сейчас скажет 2-3 года. Вот дед Сергей. Это уже после пожара. Видите, это как раз на большом доме, там дом или пристрой был, крыши видно, какой он широкий. А это доски обгорелые. И вот Артемий, потом дед Артемий случился у него приступ. Он был очень сильный. Там тоже будете читать в той... Были кулачные бои на Иванов день. Это 19 января. У них престольный праздник летний, Иванов день, 7 июля. И январский вот. И всегда были кулачные бои. И дед Сергей выходил. И он убивал насмерть. Там описывается... Лошадь поднимал. Да. И подлезал под неё, да, и садимал. Вот это да. Дальше поднимался. Он кряжистый был. Кряжистый был. Это вот как раз-то, о чём я вам сказал. Это наша Выбковская церковь. Иконы Божьей... Это казанская икона Божьей Матери. Она дважды горела. А это уже было построено, освящено в 1808 году. И вот здесь и крестились все боковчане, боковцы и другие. И венчались все здесь. Вот здесь проходила ярмарка, и драки, и торговля. Вот здесь это как раз за столом. Это снимал Костя любителем фотоаппарата. Это Фёдор Сергеевич, Софья Алексеевна, Костя и Дуся. Это жена. Вторая жена Виктора Фёдоровича Бокова. А вот с Уськи... Мальчик из деревни из Язвицы, что близи Троицкого Зергиевой Лавры, очарованные окрестностью с заповедными лесами, речкой Куньей. Светлый русый юноша, поднявшийся из травы, а поднявший из травы Есенинскую, Сверель, Сверель. Студент, дальше мы... Сейчас, потому что я вам буду рассказывать. Институт, загадочно умеющий влиять на всех солдат Великой армии защитников Отечества в 1941 году, заключенный Сталинского Себлага, Верхний Чебулы, в 1942-1948, бездомный человек, отважившийся после лагеря начать жизнь с начала, и, наконец, автор 45 томов, написанный 90, и более 150 петен, которые поет вся Россия. Треть школы, это где Виктор, куда Виктор Федорович в 1921 году пошел учиться. У него была учительница, Мария Герасимовна. Он в нее влюбился, у нее такие были завитушки на ушах, вот ходили такие дамы-то, баранки в то время, баранки такие, он в нее влюбился. А она встречалась с главным инженером у нас на заводе, как раз, и он решил их взорвать. У нас там мост, вот эта школа, если туда дальше пройти, мост, сейчас его нет, все уже там залит. Он набрал гранат в первом цеху на полигоне, и говорит, я их оттуда уложил, они всегда на пролетке ездили, сейчас поеду, я их взорву вместе с собой. Не взорвал. Не получилось? Нет. Ну, что-то испугался, он сказал, я не взорвал. На следующий день приходит в школу, она его вызывает, он очень читал хорошо, Боков, в доске, я вышел, она, читай. Я молчу, она, читай. И меня вот так за плечо взяла. А, то есть, с той стороны стоят. Я как схватил это место, то ли прокусил, то ли откусил, кровь так и хлынула. Ну, я убежал, а меня из школы выгнали. А у них в школе были у каждого свой ящичек, вот как у американцев показывают, только там железные, а здесь деревянные. Но у каждого свой ящичек. И вот я три дня сидел в этом ящике. Потом она через ученика попросила, чтобы пришел отец. Ну, мне там хорошую сбычку дали. За все за хулиганство. Но опять допустили учиться. Вот так он влюбился. Ученица знала, что он в нее влюблен? Нет? Нет, конечно. Сколько же ему дали? Ну, он ее на стиху нарисовал. Первый класс. Первый класс. Первый класс. Нет, ну, не первым. Стрики. Это было с осенью первого класса. Первым классом? Серьезно? Да. Первый класс. Слушай, а что-то удивительное-то. Как раз это у нас 28-й год. Оканчивает седьмой класс в Сергиевом посаде, где и познакомился с Пришлиным Михаилом Михайловичем. У Боков там на вечера, да, был, Бог сказал, вечер. С Сергеем Павловичем. С Сергеем Павловичем. Он курировал. Он тоже жил. Михаил Михайловичем, да, он на Южном поселке жил, на Казихе. А курировал как раз этот гимназию. Вот и читал. И потом Боков меня подозвал к себе, говорит, стихи у тебя поганые. Но читал хорошо, чтобы завтрак был у меня. Если пополновался хорошо. Да, ну я говорю, как по ленте, он мог так и так. Вот как по записи. Я на следствие пришел, как его горничной встретил. Уже была осень такая, она вышла босая, шлеп-шлеп по грязи. Я прошел там. Я там рассказывал, как было. Так все пошло. Пойдемте дальше. Это пишут, потому что здесь вот все. Чистые-чистые диктофонные записи. Почему я в книге и пишу, Стиль написания данных писем и повествований событий, избранные автором, Боковым Виктором Федоровичем. Орфографии и пунктуации сохранены. Потому что здесь моего изобретения какого-то нет. Если он кому-то сказал сперва так, а второму так, а третьему так, и все это разное, так найдите, а где же правда-то. И вот дворец, рабочий дворец. Это открыли его в октябре 1923 года. Строить начали в январе. Представьте, разруха, гражданская война. И строят такой дворец по проекту архитектора Егора. И вот Виктор Федорович сюда, там проходили политбои. И Виктор Федорович там выступал и всегда зарабатывал приз. То ли шоколад, то ли конфеты приносил. Вот Полине, его маме, и Вере Федоровне. Те еще маленькие были. Вот он, видите, тоже под Маяковского. И Павел есть фотография. Его старший брат тоже так же с фотографией. На этом Пришлина Виктор Федорович уже работал на заводе токарем. А племянница Пришлина Михаила Михайловича Софья Алексеевна Работала у нас в аптеке. А у Пришлина была машина, Сталин подарил. И вот он приезжал. И Виктор Федорович собрал цех, девятый свой. И сфотографировался. Вот в кепке с левой стороны сидит редактор газеты «Одиннадцатый на страже», где Виктор Федорович и печатался. И также был внештатным корреспондентом. И много печатал. В этот вот большой наш дворец в 1932 году приезжал в Большой театр и ставили царскую невесту. 200 артистов. И Виктор Федорович об этом написал большую статью. Музыкальный праздник. Дальше идем. Вот это деревня Язвицы. Вот там, видите, зеленая крыша. И вот чуть-чуть берем правее. Дом такой. Это и есть музей. Такой беленький треугольничек, красный такой крыша. А этот наш завод. Вот где стоит большая труба. О, там беленькая полоска. Это котельная. Вот Виктор Федорович там. Вот это тоже первый снимок около его дома. Это 22 октября 1989 года. Вот я впервые стал снимать. А вечером в этот день я снимал уже... А я вчера зажег на кухне керосиновую лампу. Вот. Это же в этот день только вечером, уже в 11 часов. Вот такой дом был в 1989 году. Понимаете? Музей Виктора Болкова, где расположен деревню Язвицы. И то, что открыт он. Это такой вот я его... Это он прям снят 18 августа. То есть 18 сентября 2003 года. За день до открытия. Вот такой я его сдал. Пойдемте дальше. Вот. Такой дом я принял. Молодец, извини, а там кто-то жил до этого, да? Да, я строил от нуля. Я сделал сперва фотографии перед тем, как строить, ломать. А дом... Полностью снесли. Если полностью... Сейчас расскажу. Он стоял на этих... На столбиках кирпичных. По самые венцы 6. Они сгнили труха. Думали, что заменить. А что там менять-то? И тогда было решено. Все это убрать. Вырыть котлован. В три ряда положить блоки. Как дом настоящий. И на этих блоках ленточный фундамент положить в дом. А вот дырочка. Там тоже фундамент. Это для печи. Вот перед ногами у меня. Это печь будет. Там на этом месте будет печь. И вот я перефотографировал. Сделал чертежи. Всего-всего-всего в размер. Все рамы, чтобы были выполнены четко по эскизам вот этим. И так я курировал. Строил не только утро. Такое раннее. 7 часов утра. Я снимаю. Говорю, кресты такие в каплях. А где? Вот у нас Боков умер. Так все. Нужна могила. Он говорит. Я ему говорю. Надо рядом с Пастернаком. Потому что он его ученик. И он просил. У меня есть запись. Чтобы хранить меня рядом с Пастернаком. А мы уже выделили. Героев рождественский. Повторный захоронение. Нет. Надо где Пастернак. Там места нет. Я говорю. Пойдемте. Он говорит. Я нашел. Он говорит. Если будет 2 на 2. Я тебе даю слово. Даю. Мы пришли. Я показываю место, где мы стоим. Здесь еще нет могилы. Вот только деревца растет. Я говорю. Он говорит. Сейчас замерим. Если будет 2 на 2. Померили ровно 2 на 2. Он говорит. Все. Даю. Я говорю. Сколько стоит это я? Володька, ты чудо-парень. Твой талант солнечным знаком. Будь. Виктор Буков. Вот и все. Прошу кодать. 26-й, 2000-й. 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 Нет, 2000-й. Да. Почему я говорю. Не то, что мы хвастаемся, как Виктор Федорович показывает книги, что у него есть Шолохов, ему дал автограф, что дал Пастернак автограф. Это гордость. Поэтому это моя гордость, что вы пригласили, что мы с вами вспомнили и Бориса Леонидовича, и Виктора Федоровича, и всех, кто в этом доме был. Поэтому пишут стихи, они из них выливаются. А писать это нельзя написать. Взять и написать стихотворение. Его можно только высказать, что тебе пришло. Поэтому когда читай, я Бог вообще, а я вам хотел прочитать самое первое стихотворение, я вам не рассказал случай. Это было лето, июль 24-го года. Виктор Федорович закончил третий класс. И они с Димкой, с племянником Софьей Алексеевной, пошли на речку кунью рыбу ловить. И вот бежит Ленька Гробов. Витька, тебя в школу зовут. Ну и побежали мы, приходим. Там сидят учителя. Из районного пара приехали. И ученицы говорят, вот этот мальчик, который пишет стихи. Они говорят, у тебя есть стихи? Он говорит, у меня дома. А ты можешь принести? Могу. И он побежал домой. А отец ему такую амбарную книгу подарил с хорошими тонкими листочками. Он туда все писал. Достает, открывает, а там нет листочков. Батя все самокрутками скрутил. И отец приходит. Ты что, говорит, а вот здесь стихи. Витька, я их искурил. Да ладно. И все напишешь. И вот одно из таких стихотворений. Это 24-й год. Было оно написано в стеной газете в школе. Это быстрее всего, наверное, к 7 ноября. Мать сказала, не валуй, в огород не лазай. Лучше гривенек возьми и купи в лабазе. Наш лабаз богатым был. Шел в лабаз богатым. И на гривенек купил плитку шоколада. Сам не съел. Принес домой. Мама, это к чаю. Молодец, сыночек мой. Мать со звезой сказала. Вот это 24-й год. 10 лет. А какие же там были? А впервые его напечатали. Это 32-й год, 7 октября. Письмо к отцу. Поэтому я букву никогда не читаю. Потому что они от того, что... Я их не знаю. От того, что таким самым голосом он бы увидел... Паразит, ты чего меня коверкаешь? Не можешь, лучше молчи. Почему говорят? Лучше жуй, чем говори. Поэтому я могу только рассказывать своим голосом. А читать своим голосом его стихи я не имею права.